Куда? Назовите вашим генеральным данным. Марти Росов Михаил Раджикович. Число месяца угрожения. 26 декабря 1904 года. Место рождения. Город Баку. Акциональности. Арменин. А вы граждан Украины? Да. Образование. Высшее. Где работаете? В штабе 33. Кем? Учителем английского, немецкого языка. Место ренестрации ваша. Прописка. Поселок партизанский, улица Краснодарская, 104. Акциональности. Судимость имеет? Нет. Семейное положение? Сходность. Сходность, да. Так, Михаил Раджикович, что здесь? Состоятельно учебный онкологии, психиатрии. Нет. Травма на лугуле. Нет. В армии служили? Нет. Суды через, да? Давайте подробненько. Как вы работаете в школе? Три с половиной года. То есть вы по институту? Да. Сразу по институту. Сразу по институту. По институту. Уже. Со Свечихиной Ольгой Дмитриевной? Как давно знакомы? Три с половиной года. Она? Кем работает в школе? Учителя физкультуры. Вот расскажите, при каких обстоятельствах вы познакомились, допустим, для дочи и исключительной Екатериной Денисаврис? Ну, кстати, я точно не помню. Мать, я думаю, так называемая, просто сказала, что это наилучащая. Точно не было. Ну, то есть это было когда? Давай покажем. Ну, как я только пришел на работу, это еще что-то надо было. Поблевал в каком сфере в ком? Она к ней подбежала, просто мама-мама, она мне познакомилась, как я дочь. Ну, так же. Ну, общение с Екатериной, надо сказать, я мне же такое. Потом где-то через два-три попросила на меня, свечичина Ольга, позаниматься себе в ученике Екатериной. Эмоциональный взрывок. Мы занимались не с тех пор, три года. Занятия прерывались только на каникулы, летние семьи. А где вы занимались? Мы занимались в школе. Как часто? Два раза в неделю. Бывало, что три раза в неделю. А Екатерина, когда вы учились? Училась на горшколе. Вы в год рождения знаете? Не знаю, Ленинский, я девчонки. А за руки платила бы мать? Да, платила. Ну, почему? На сверене. Дальше. Она, смотрите, Екатерина, она учится? Легонка переходила? Дальше. Она училась уже в женской гимназии. С первого сентября она училась в пресс-пресс-пресс-пресс-пресс-пресс-пресс-пресс. Как часто, вы знаете, регулярно занималась? Два раза в неделю, в понедельник и пятницу. Насколько она вам приходила? В третье часа, обычно. Бывало, что и раньше, если мы не говорили. Николай Раджкин, давайте брать середину сентября. Какие отношения пошли у вас к Екатерине? Екатеринскому? Только к химическим отношениям. Здесь на среднем сентябре считаете? Ну, первые занятия дома у твоих родственников, когда ты говоришь? Кажется, где-то сентября, начало октября я точно не могу сказать. А ты с Катериной разговаривал какие-то сексуальные темы? Ну, только месяц назад. Ну, месяц назад, ты думаешь, примерно, когда ты помнишь? Ну, сейчас мы где-нибудь, начало, 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 начало. Ну, расскажешь, о чем вы не говорили? Я у меня спрашивал, знает, наверное, что это такое и как это делать. А что, что знают? Что такое секс и как это делать. Она говорила, что не давать. Я спросил, хочешь ли она попробовать? Она сначала не соглашалась, а потом согласилась. Ну, какие-то оброзы высказывали, нет? Оброз никаких не было. Она была не против. Ну, дальше ваши действия. Ну, дальше я предлагаю пройти по дивану. Ну, давай, ты не скажешь так. Ну, давай, ты не скажешь так. То есть, когда это было примерно начало, ноября, пункте? Начало, середина, ноября. Да, да. Я не помню, что было. То есть, это было либо в ангеле, либо подрядится. Да? Да. Предложил пройти вану, зачем? В диван. В диван. В диван. А в какую, сколько в доме комнат? В 4 комнаты. И в какой комнате его занимались? В зале. В зале, да? То есть, вы предложили лечить?